Ну что, друзья, и невозможное возможно. Помните, совсем недавно мы не верили в то, что на иностранный телефон будет устанавливаться отечественное ПО. Это будет обязательное условие нашего правительства. Вот оно уже будет реализовано с 1 июня 2021 года. Правительство утвердило правила предостановки российского ПО на смартфоны, ПК и смартфоны ТВ. Речь идет об обязательной установке софта российских разработчиков на реализуемые в стране цифровые устройства. Смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также телевизоры с функциями смарт-ТВ. В перечень обязательного предварительного установки ПО включены браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные продукты, облачные сервисы, социальные сети, приложения для использования карты МИР. Офисный софт, почтовые сервисы и мессенджеры. Антивирусные программы, инструменты для доступа порталу государственных услуг и социально значимые сайты. Друзья, я не сказал бы, что это прямо все плохо, но многие пользуются мой налог приложением и другими приложениями. Но, друзья, все равно, понимаете, Минцифры России уже объявила о начале приема заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется в предварительную установку на электронное устройство. То есть, если у вас есть российское какое-то приложение, вы можете подать заявку. Ну, в частности, вы можете выбрать тоже выборы, вы можете также участвовать в тендах, в тендерных закупках, или как понимаете, да. Прием заявок осуществляется неделю до 1 декабря 2021 года. Напомним, закон о предустановке российского полна смартфона и ПК смартфон Smart TV был подписан президентом в декабре прошлого года и распространяется на электронную технику, произведенную после 1 января 2021 года. Ожидается, что закон обеспечит защиту интересов российских софтовых и интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных корпораций. То есть, вроде бы, как бы забыться о наших компаниях, что, в общем-то, неплохо, по крайней мере, на словах работающих в сфере информационной технологии. Иными словами, отечественные разработчики получат дополнительные возможности по продвижению своих программ и сервисов. Друзья, вот такая вот новость. Ссылка на нее будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.